Университет Синергия В новом году выпуск тележурнала «Минифутбол в России». Главные темы дебютной программы 2019-го вашему вниманию. Новости из полкома. Кого наградили и что обсуждали, расскажем в рубрике «Жизнь АМФР». Надежда последнего рубежа. Наследник Густавов сборной и лучший молодой игрок года, вратарь сибиряка Николай Балашов в рубрике «Портрет футболиста». Футболисты юношеских сборных России готовятся к спаррингам в Португалии и отвечают на наши каверзные вопросы. А также черно-белая дуэль «Синара-Тюмень», «Град-Голов» в «Нефтьюганске» и другие поединки в обзоре 10-го тура «Суперлиги». Прямо сейчас. Поехали! Главным противостоянием юбилейного 10-го тура «Суперлиги» стала уральско-сибирская дуэль. В Екатеринбурге лидер чемпионата «Синара» оба раза победила крепкую «Тюмень». В первой встрече героем стал Сергей Абрамов. На счету капитана сборной России дубль и запатентованный финт. Работа на зрителя эффектна, согласитесь? Во второй встрече «Синара», к большому удивлению специалистов, разгромила соперника со счетом 10-2. Как у Станиславского? Не верю. Это самая крупная победа уральского коллектива за всю историю игр против «Тюмени». Ярко. Нет. Волшебно прошли матчи в Сыктывкаре, где местная генерация в первой игре дала настоящий бой столичной команде КПРФ. Удаление вратарей, огромное количество голевых эпизодов, стыков и перехватов. В итоге коммунисты одержали победу 5-4. За, внимание, 10 секунд до окончания игры забил бразилец «Синие Сайотки». Во второй игре столичные футболисты без видимых проблем одержали победу 6-1. Еще одна команда из республики Коми, Ухта, тоже солидно потрепала нервы одному из лидеров Суперлиги, а конкретно «Газпром-югре». Действующий чемпион России с трудом оба раза переиграл Ухту 6-4 и 3-1. Юбилейный 10-й тур получился самым интересным в этом сезоне. Конкуренция невероятная. Вот и в Норильске место Никель в первой игре в сухую разгромил «Динамо» из Самары 5-0. А во второй встрече при переполненных трибунах Дворца спорта Арктика полярники вновь одержали победу, но было уже очень непросто. 7-4. Самая результативная игра 10-го тура и этого чемпионата состоялась в Нефтьюганске, где местный «Блик» и «Сибиряк» разошлись миром. 9-9. Невероятно. 18 мячей за матч. Таким образом, «Блик» в зоне плей-офф. «Сибиряк» на шестом месте. Лидер турнирной таблицы Суперлиги, как и до новогодних праздников, уральская Синара. В Доме футбола состоялось заседание тренерского совета АМФР, куда входят ведущие специалисты России, стоящие у руля клубов Суперлиги и сборных команд страны. Деятельность совета направлена на всестороннее развитие отечественного футзала. Здесь обсуждаются пути решения насущных проблем и обмениваются ценным опытом. В ходе заседания были затронуты такие важные темы, как состояние юношеского мини-футбола, нюансы работы судей, будущие семинары Академии футзала и многое другое. Сегодня очень много вопросов было на повестке дня. Сегодня выступили все тренеры наших сборных, женской сборной и мужских сборных. Рассказали нам очень интересные вещи о поездке в Буэнос-Айрес на Олимпийские игры среди юношей, как это все проходило, и турниры, и организация. Мы затронули сегодня одну из вещей, что у нас сейчас все футболисты получаются универсалы, а именно по специфике, то есть игрок на столкла нападающий, ярко выраженный, игрок, который с ним будет играть, защитник, да, то есть вот эти, как бы, ампула, то есть мало задействованы, и у нас сейчас мало их в чемпионате. В следующий раз тренерский совет АМФР соберется в расширенном составе в феврале или марте этого года. Пользуясь случаем спешим поздравить лауреатов всероссийского голосования среди спортивных журналистов. Наши коллеги со всей страны коллективно определили главных звезд отечественного мини-футбола 2018 года. Примечательно, что в каждой из трех номинаций победу одержал бывший или действующий представитель мини-футбольного клуба «Сибиряк». Тренером года журналисты назвали Евгения Куксевича, который привел новосибирцев к серебряным медалям чемпионата, а затем возглавил Норильский Никель. Футболистом года по версии СМИ стал лучший бомбардир в Суперлиге прошлого сезона Руслан Худзиев, перебравшийся в Заполярье вслед за своим тренером. Наконец, лучшим молодым игроком 2018 года признан Николай Балашов. Голкипер «Сибиряка» стал чемпионом мира среди студентов и по праву завоевал место не только в национальной сборной, но и в нашем следующем сюжете. Начал вообще футбол заниматься во дворе. Пришли ребята, сказали, кем ты будешь играть. Я сказал, что хочу на воротах играть. Но мы играли в маленький футбол, только на улице. Потом я перебрался в большой футбол, играл на падении. Когда мы играли на большом поле, я играл на падении. Когда мы играли в футзал, я играл на воротах. То есть как-то вот так вот в перемешку у меня получалось. И потом, когда с большого я ушел, наш возраст закончился, и у меня ребята ушли в Сибиряк. Я позвонил, спросил, узнать, как туда попасть. И вот пришел в Сибиряк и остался на воротах играть. У нас играет еще Жуан. В карате они всегда играли пятым. То есть Игита подключался, он его научил играть пятым полевым. И вот у нас пришел в Сибиряк и увидел, что я тоже играю ногами. И меня начал заставлять и тренеру, то есть подсказал этот момент, то, что можно наигрывать пятого. Сибиряк, это для меня как бы родное. То есть он меня вырастил, он меня поднял как бы с низов, обеспечил мне игру, я играю, получаю удовольствие. И я очень благодарен Сибиряку. И какая не сложилась бы ситуация в Сибиряке сейчас у нас, я как бы не собираюсь уходить. Да, если совсем там закроется команда или еще что-то, конечно, буду искать для себя какой-то клуб. Но пока он жив, я буду в нем. Да, конечно, когда выигрываешь, чемпионат мира, хоть и даже студенческий, но все равно чемпионат мира, как бы эмоции просто зашкаливают. Это нереальные ощущения. Ты просто находишься в эйфории, когда ты вот этот последняя секунда, и звучит свисток, и все парни бегут на тебя, вокруг кричим «Мы чемпионы». То есть это непередаваемые ощущения, это было круто. И не каждому, конечно, это дано в своей жизни, участвовать на студенческом чемпионате мира. Так что мне повезло, что я там побывал и это испытал. Что значит для меня играть за сборную России? Это как бы в первую очередь, это честь. То есть защищать цвета своей за сборной. Это просто для меня как бы в радость. Я приезжаю туда, в эту сборную, всегда с хорошим настроением, там очень хорошая атмосфера. И для меня как бы играть за сборную России – это просто великолепно. Я хочу со сборной выиграть чемпионат мира, можно так сказать. У меня такая мечта, я думаю, у каждого она есть, кто занимается в футзал, попасть в сборную и выиграть чемпионат мира. То есть это естественно. Какие девушки мне нравятся? Одна единственная мне нравится, с которой я встречаюсь, с которой я люблю. Валерия Кушнырева. Если ты меня увидишь, услышишь, я тебя люблю. Очень-очень сильно. Твой любимый вратарь. Вратарь? Николай Балашов. Николай Балашов, несмотря на молодые годы, уже вовсю играет за национальную команду России. Чтобы добиться подобного успеха, неустанно работают над собой и парни помладше. Футболисты юношеских сборных России в возрастных категориях Ю-17 и Ю-19. Оба коллектива собрались в январе в подмосковном Красногорске под чутким руководством Константина Маевского. Впереди у ребят гостевые товарищеские матчи со сверстниками из Португалии. И в преддверии этих игр мы решили задать нашим юниорам парочку кайверзных вопросов. Павел Карпов, Денис Субботин, Игорь Чернявский, Данил Карпюк. Мы игроки юношеской сборной России расскажем вам о Португалии. По футболу... Наверное, Испания. Франция. Франция. Португалия. Португалия? Давай я звонил. Господи, это мой кумир Роналду. Конечно, как я... Я болел этот матч, я смотрел, конечно, юмор, Роналду. Португалия. А можно подсказку? Рикординия? Португалия, конечно. Не помню. Португалия. Португалия. В Португалии? Нет, в Португалии. Что он просто лучший, как бы доказывает это каждый день. Ну, это лучший игрок мира. Он волшебник. Мне нравится его игра, как он играет. Мне нравится, как он обращается с мячом. Восхищаюсь его творчеством. Ну, Рикординия – это бог футбола на данный момент, я считаю. У нас Абрамов. Абрамов. А у нас очень много игроков, которые лучшие рекординия. Тот же Шейхметов, Абрамов. У нас много игроков молодых, таких, например, как Чешкала, Ниязов, наши темные лошадки, которые показывают очень хорошую игру. Абрамович. Может, Ниязов. Камин Гириханов. Я считаю, что Милованов, он заводной игрок и внешне подходит ему. Доброе утро, да. Ола – это на португальском, да? Ола. Национальная женская сборная России в рамках подготовки к финальному этапу первого в истории официального чемпионата Европы провела учебно-тренировочный сбор на базе отеля «Аквариум». Тренерский штаб во главе с Евгением Кузьминым пригласил в Красногорск 16 футболисток из шести клубов. Напомним, по итогам жеребьевки в полуфинале Евро-2019 россиянки сразятся с соперницами из Испании. Матч состоится 15 февраля в Португалии. У нас еще будет один сбор, но это как бы предварительно, да, на него возлагаются задачи как проверки физической и технико-тактической подготовки, последняя проверка, а последующий сбор уже будет окончательная подготовка, подведение команды в пику формы для того, чтобы успешно выступить в первом чемпионате Европы. Очень надеемся, что девочки сейчас находятся в хорошей эмоциональной форме, хорошо настроены и способны показать высокий результат. Мы на это очень надеемся. В западной конференции высшей лиги второго по значимости дивизиона нашей страны прошли первые матчи января. С крупной победой календарный год начали дублеры «Газпром-Югрим», разгромившие на домашней площадке рязанский «Эликс-Фаворит» 7-1. Внесли коррективы в перерыве, попросили ребят быстрее играть и за счет этого, я думаю, за того, что мячик стал ходить, у нас появились зоны, преимущества. Хорошо, что смогли реализовать моменты, которые были. Результаты остальных матчей 14-го тура в конференции «Запад» на ваших экранах. Стоит отметить крупную победу подмосковных «Динамовцев» над липецкой командой ЛКС. Игрок «Белоголубых» Сергей Орлов в одной встрече забил 5 мячей. Это личный рекорд игрока. В офисе Ассоциации «Минифутбол России» состоялось заседание исполкома АМФР. Собрание началось с приятного события. Данил Кот получил из рук президента Ассоциации Эмиля Алиева почетную грамоту за вклад в развитие минифутбола в Заполярье. Кроме того, единогласным решением исполкома состав членов АМФР пополнила Федерация футбола Хантамансийского автономного округа Юкра. Все члены исполкома поддержали наше вступление в принципе нам и свои работы показали уже, что мы готовы к этому. На заседание были подведены спортивные итоги минувшего календарного года и озвучены инициативы на будущее. Так, участникам встречи были представлены проекты рейтинга развития минифутбола в субъектах России и новой региональной лиги. Большое внимание было уделено и вопросам детско-юношеского минифутбола. Вот допустим у нас в Северо-Западе за 20 дней до начала соревнований у нас заявилось по 4 возрастным группам уже 70 команд. Для нас это рекорд. Вот это видно, что действительно ассоциация взялась за детско-юношеский минифутбол. В первую очередь они развивают минифутбол, они его пропагандируют и я думаю, что все вместе двигаются вперед. Тем временем на севере страны в рамках совместной программы АМФР и ГМК Норильский Никель минифутбол в школу регион Заполярье прошли образовательные семинары Академии футзала. В Мончегорске, что в Мурманской области, занятие для наставников местных детско-юношеских команд провел обладатель Кубка УЕФА и тренер мужских сборных команд России Константин Маевский. Всегда приятно в форме диалога пообщаться с людьми, которые любят минифутбол, которые переживают за этот вид спорта, за эту игру. Поэтому и цель наших сегодняшних встреч это прежде всего диалог, обмен опытом и взаимное обогащение информации. Аналогичный семинар для учителей физкультуры состоялся в поселке городского типа Никель. Здесь своим опытом поделился другой известный футболист и тренер сборной России Геннадий Горогуля. Академия футзала не обошла стороной и спортивный центр Заполярья, Норильск. Сюда со специальным учебным курсом теоретических и практических занятий пожаловал старший тренер женских сборных команд страны Евгений Кузьмин. Я старался поделиться теми вещами, что беспокоит многих преподавателей, как нужно вносить коррективы в играх. Поделился всеми какими возможно секретами на самом простом уровне. Действительно очень грамотный специалист, очень интересные рассказы, все доносит. Ну и как мы между собой называем живчик. То есть он безживет, видно, что он живет этой работой, профессией. Тренер поделился своим опытом, показывал нам различные видеоролики, как соревнования, так и с тренировок. Некоторые приемы я подчеркнул для себя и буду использовать в своих тренировках. Ассоциация мини-футбола России по традиции оказала материально-техническую помощь местным школам, подарив инвентарь и необходимую экипировку. А вскоре после завершения семинаров в Норильске были сыграны межгородские финалы проекта «Мини-футбол в школу регион Заполярье», победители которых напрямую вышли во всероссийский финал «Мишки». В конце января соревнования, аналогичные Норильским, впервые в истории пройдут в Чите. Там же будет организован семинар Академии футзала с участием старшего тренера мужских сборных команд страны Сергея Скоровича. И в завершении программы напоминаем. Совсем скоро стартуют полуфинальные серии Кубка России, в ходе которого «Газпром Югра» померится силами с коммунистами, а Тюмень, выбившая из турнира амбициозную кемеровскую корпорацию «Оси», сразится с «Динамо» «Самара». Первые матчи одной-второй финала пройдут 18 и 20 января. На этом у нас пока все. Увидимся ровно через две недели. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова